Тихий, современный и экологичный тренд на экотранспорт в Самаре набирает обороты. По планам в начале лета планируется тестовый запуск электросудна «Эковольт». С прошлого года по областной столице курсирует электробус – троллейбус, который работает не от сетей, а от батареи. Электробус не встанет на полпути. Для этого его заряжают дважды. Сначала в городском депо такая зарядка длится примерно 15 минут, и ее хватает до конечной точки маршрута. Там же электробус снова встает на зарядку. За рулем троллейбуса нового поколения сидит Сергей Никишин. В профессии он уже два десятилетия. За это время успел поездить на разных машинах, да и сейчас периодически меняет транспорт. Оттого создается ощущение путешествия во времени. И хотя разница между троллейбусом и электробусом небольшая, второй самарцы видят более фантастичным. Первое время, да, вроде как не привязан, а стараешься держаться линией, не отклоняться, ничего. А со временем уже понимаешь свободу, как говорится, как на «Жигулях». Фотографировали все, даже первые не ездишь, как друг за другом все стоят, фотографируют. Больше интерес был к этому виду транспорта. Электробус курсирует по маршруту губернский рынок «Южный город» уже год. За это время он перевез более 40 тысяч пассажиров. Жители города на Средней Волге к желтому фургончику уже привыкли и отмечают практическую пользу для городской экологии. Да, нам пора, мне кажется. Почему так? Ну, защита экологии, она же не вечная, поэтому надо в любой момент, в любой удобный случай ее беречь и думать заранее о будущем. Да, удобно. Почему? Потому что топливо не тратит, заряжается электричество. Времена меняются и скоро наша планета просто уже будет достойна настолько, что мы не сможем в ней жить. Поэтому экология – это самый важный вопрос. В Самаре планируют закупить еще примерно пять электробусов. Переговоры об этом начались в этом месяце, когда в областную столицу приезжала белорусская делегация. Обусловлено это тем, что научно-технический прогресс необратимый. И, как вы знаете, во многих городах уже появляться стали электробусы. Поэтому мы тоже решили не отставать и решили его попробовать. Более того, у нас уже были отношения с нашими белорусскими партнерами, когда мы испытывали их трамваи «Метелица». Спрос на электромобили в мире из-за экзотической моды превращается в устойчивую тенденцию. Но все новое, как известно, хорошо забытое старое. Первый в истории автомобиль работал на аккумуляторах, и только позже появились машины с двигателями внутреннего сгорания. Утратили свою популярность в то время электромобили из-за трудности зарядки. Сегодня же с этим проблем нет. Однако появляется другое препятствие – кусачья цена. Содержание такого транспорта тоже выходит в крупную сумму – несколько десятков миллионов рублей в год. Исходя из практических соображений, дизельные машины еще надолго останутся на дорогах. Мария Левина, Константин Головин. События.